Высокий процент поражения легких, состояние критическое. Глядя на эти кадры из красной зоны, самому становится как будто труднее дышать. Если раньше здесь чаще всего оказывались пациенты за 50, теперь же на койках люди гораздо моложе. Вирус не щадит никого, бьет даже по тем, у кого нет вредных привычек или хронических заболеваний. Эпидситуация в регионе напряженная. Об этом губернатору ведущие врачи края говорили еще в пятницу, на встрече по случаю Дня медицинского работника. Количество заболевших за последнюю неделю выросло во всех муниципалитетах Кубани, в том числе и на курортах. Только в Туапсинском районе рост почти в три раза. Тревожные сигналы. Как сделать так, чтобы в регионе вновь не открыли ковидные госпитали, обсуждали на краевом совещании. Я вам обещал, что мы отдельно проведем совещание в пятницу, буквально в понедельник. И вот мы его проводим, потому что я понимаю, что ваша озабоченность, она не вызвана просто желанием высказаться, а огромной-огромной тревогой и переживанием за людей, за жизнь людей. Если мы снова, как сказал Владимир Алексеевич, возвращаемся к ковидным койкам, то на этих койках кто-то будет лежать. И в ковидных реанимациях кто-то будет лежать. Но почему-то мы так устроены, что мы думаем кто-то, но не мы. Но врачи бьют тревогу, еще раз подчеркиваю, ведущие руководители наших клиник, они же бьются за нас. Они же о нас переживают. Значит, мы, коллеги, должны сделать все, чтобы все-таки достучаться до каждого жителя края. Чтобы он просто не оказался на вновь возвращенных ковидных койках, не оказался. И не дай бог ковидной реанимации, не оказался. Мы растем, мы снова растем. Конечно, будем разворачивать ковидные госпитали, ковидные реанимации, ковидные койки опять будут в больнице. Но еще раз подчеркиваю, наши уважаемые врачи хотят сделать все, еще раз подчеркиваю, чтобы жители края на этих койках не оказались. Давайте просто им поможем. Коллеги, я обращаюсь ко всем, главам муниципальных образований, к муниципальным командам. Давайте им поможем. Защититься от ковид-19 сегодня можно только прививкой, уверены медики. Чем раньше, тем лучше. Мутировавший вирус в разы опаснее уханьского. Индийский – более агрессивный штамм. Врачи настаивают и просят ввести в регионе обязательную вакцинацию для тех, кто чаще всего взаимодействует с людьми и становится звеном цепочки по распространению опасного вируса. Нас очень пугают всех, вызывает озабоченность всего мира штаммы. Вы видите, вот сейчас четыре штамма наиболее актуальные – альфа, бета, гамма и дельта. Дельта – это знаменитый наш индийский штамм. И что пугает в этом индийском штамме? Сколько один больной передает другим? От пяти до восьми человек уже возрастает заразность. Мы движемся куда? Мы движемся к этим детским. Вот на все-таки, все, нам не даст вовремя, насколько это заразные детские инфекционные заболевания. Мы движемся туда. Нам просто необходимо сейчас ввести вот эту обязательную вакцинацию. В следующем время основным штаммом, циркулирующим на территории России, является индийский вариант, который взял на себя две трети случаев инфекции. При этом эффективность вакцинации сохраняется. По информации НИС Гамалеи, шанс, что разовьется среди тяжелое или тяжелое течение, у вакцинированных, 14 раз ниже, чем у невакцинированных. Получив вакцину, человек будет защищен в том числе и от индийского штамма. Сегодня мы стоим на пороге очередной волны пандемии. И только вакцинаты могут помочь предотвратить тот авральный режим, в котором мы работаем в 2020 году. Предлагаю последовать примеру Москвы, уже и Санкт-Петербурга, и еще других областей. Ввести в Краснодарском крае обязательную вакцинацию для медицинского персонала, плановых пациентов, студентов и ряда других декретированных групп. Конечно, решение непростое, но вынужденное. Особенно, когда новый штамм распространяется на самых маленьких пациентов. Вот мы в пятницу собирались, поздравляли друг друга. А в это время в больницу поступил ребенок экстренно, из Ненецкого округа. И на следующий день появились признаки ОРЗ. Взяли ПЦР, ковид. Закрываем сегодня целое отделение, экстренно расписываем. 28 детей, 10, еще 28. Закрываем плановую госпитализацию. Ситуация действительно очень сложная. Честно говоря, я жду не дождусь, когда будет прививка. Потому что у меня есть внучка 9 лет. Я страшно боюсь за ее здоровье и за ее жизнь. Я бы очень хотела, чтобы прививка детская появилась нам быстрее. Но мы можем сейчас даже без детской прививки создать ситуацию, когда наши дети не будут подвергаться угрозе. Я призываю всех, кто имеет какое-то влияние на жителей нашего края, создать условия, когда люди поймут, что без этого мы обречены. И обречены не только взрослые, старики, больные люди, но уже обречены и дети. И это страшно, потому что дети – это наше будущее. Если мы его не будем сохранять, мы потеряем все. Вакцинация необходима и необходима и того контингента, который является первой линией. Это те люди, которые вступают в контакт с жителями, с гражданами, с пациентами. На сегодняшний день мы имеем грозный штамм, который дает сочетанные поражения. И эти поражения очень сложны в терапии. Нам приходится подстраиваться. Безусловно, наверное, мы, к сожалению, видим те слезы и тяготы, когда эти малыши попадают в реанимацию. Мы видим, насколько это можно было предотвратить. А эти дети все в основном из очагов, из взрослых очагов, из семей. И, конечно, безусловно, только вакцинация, если есть такая возможность, ее организовать. Тяжело видеть, когда малыши попадают в реанимацию с ковидом. Мы еще полгода назад об этом не говорили. Еще раз подчеркиваю. Тяжело видеть, когда малыши попадают в реанимацию с ковидом. А если, не дай бог, у них проблемы со здоровьем, то, как сказал она офицер Хусейновна, фатальный исход. Окончательная победа над пандемией будет возможна, когда прививку от коронавируса сделает большинство жителей края. Таким образом будет достигнут коллективный иммунитет. В регионе достаточно вакцины, работают стационарные и мобильные прививочные пункты. Но на текущий момент не все готовы перейти на сторону здоровья. Из-за этого бороться с невидимым врагом врачам очень сложно. Действительно, мы готовы развернуть 7 тысяч коек. Это значит, что все 27 госпиталей мы заново будем открывать. Развернем 7 тысяч коек. Но это значит, что плановая госпитализация будет отменена. Люди не получат помощь необходимую, но это неизбежно. У нас хорошая вакцина. Ей надо прививаться. Мы имеем в большом объеме. Мы открыли огромное количество. Все врачи на это заточены. Они сегодня как психологи работают. Они с каждым пациентом объясняют. Защитить себя или надеяться на авось – выбор, кажется, очевиден. Но не всем. Те, кто распространяет информацию о заговорах и жидком чипировании, врачи приглашают на экскурсию в красную зону. В отличие от ситуации 2020 года, в настоящее время у нас есть вакцина, которая позволит как-то контролировать ситуацию. Есть средства, которые могут нам помочь. Второе средство – это переболеть. Но я считаю, что здравомыслящий человек выберет именно первый путь – вакцинацию. Нужно как-то больше идти в массы и причем, может быть, разрешить блогерам, может, разрешить этим ковид-диссидентам зайти в зону, показать всех этих тяжелых больных на ИВЛ, лежащих. Ситуация, которая складывается в регионе, просто не оставляет выбора. Выслушав доклады и рекомендации ведущих медиков в крае, губернатор просит высказать мнение главного санитарного врача. Мария Потемкина отвечает, что уже готовит постановление об обязательной вакцинации. Кто бы что ни говорил, а мы должны делать, потому что мы же отвечаем сегодня. И за коллективный иммунитет, и за людей, которые живут в крае. И мы отвечаем. Потому что экономика – люди, образование – люди, наука – люди. Агропромышленный комплекс – люди, промышленность – люди, курорты – люди, везде люди. Они должны быть и здоровые, и живые. И как этого добиться? Слушай, те, которые ни за что не отвечают, ни за что. А там кладшими кладкают на своем компьютере, либо в телефоне. И там рассуждают о чем-то. Но они ни за что не отвечают. Ни за экономическое развитие края, ни за жизнедеятельность региона. И за людей они вообще не отвечают. Вообще. Словаблугим занимаются. Постановление будет подписано в ближайшее время. В нем будет прописано, кого в первую очередь коснется обязательная вакцинация.